Мы снимаем в реальных полевых условиях на улице, хоть и разгар рабочего дня. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы вам расскажем про удивительный сорт классической розы императрицы Фарах от Семена Алтая. А начнем буквально с двух слов о истории происхождения этого классического сорта розы императрицы Фарах. Этот сорт появился в 1992 году во французском питомнике Дель Барт и имя у него очень не случайное. Императрица Фарах это реально существующий человек, это императрица Ирана, которая возглавила, так скажем, страну пост императрицы. Одной из немногих женщин, которые в принципе в мусульманских странах когда-либо правили. Она была одна из трех за несколько тысячелетий истории мусульманской цивилизации в принципе всей всех стран. И в середине 20 века благодаря своим достижениям, благодаря тому, что она была прорывная женщина-феминистка, ее можно даже назвать, она стала одной из главных женщин в принципе в мировой истории арабских мусульманских стран. Часть нее именно назван сорт розы императрицы Фарах, так как ее интересным таким увлечением и хобби было именно розоводство. Она в своем собственном саду разводила разные сорта роз. И один из этих сортов как раз таки из питомника Дель Барт рос у нее, который получил в итоге название именно этой самой императрицы. Сейчас проедут в машину. Да я себя плохо слышу, когда они едут громко. А что самое интересное, даже по настоящее время эта роза императрицы Фарах имеет высокую популярность как раз таки в мусульманских странах. На сегодняшний день в Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане и многих других странах именно эта роза чаще всего используется в свадебном оформлении. И действительно, роза выглядит очень интересно, как один из наших коллег говорит, похоже, как будто бы эту розу поцеловала невеста. Потому что по краю она обрамлена такой вот яркой каймой, пурпурной, ярко-красной, которая изменяет свою окраску в зависимости от интенсивности солнечного света. Удивительный факт именно про этот сорт. На ярком солнечном свете, чем ярче солнце, чем интенсивнее ультрафиолет, тем сильнее будет проявляться красная окраска, тем больше ее будет на этой розе. Тоже интересно, эту розу можно выращивать в теплице, но в теплице она будет практически полностью белой. Потому что тот самый красный пигмент, окрашивающий края лепестков, зависит от ультрафиолета. И без прямых солнечных лучей, допустим, при выращивании в тени этой розы такой вот яркой окраски, к сожалению, получить не получится. Как, например, вот эта роза из моего буки. Нифига себе, слышно? Кондиционер. Кондиционер включился на продув. Как на примере вот этой розы из нашего букета, видно, что она росла в тени, и окраска у нее только лишь слегка по краям красная. Поэтому императрицу Фарах на своем участке лучше располагать на максимально солнечных местах. В тени она расти будет, но вот такой яркой окраски, к сожалению, проявлять не будет. Серединка у этой розы нежно-желтая, практически белая бывает, опять же, в зависимости от солнечного света. Высота куста очень интересная. Высота куста у нее в максимуме достигает 140 сантиметров при выращивании в теплых регионах. Она очень хорошо подходит для южных регионах. На севере тоже нормально растет, но вот будет гораздо ниже. В нашем случае на нашем участке, на нашей опытной площадке императрица Фарах – это чайно-гибридная роза в высоту около 80 сантиметров. В пике своего развития может достигать 100 сантиметров. Однако, как пишут наши подписчики, наши клиенты в южных регионах, в Краснодаре, на Кубани, на Ростове-на-Дону, эта роза вырастает до 140, а иногда и до 150 сантиметров. Ширина куста в нашем случае тоже не очень большая, около 40-50 сантиметров, но в максимуме развития может достигать 90 сантиметров и даже метров. Бутоны у нее классические бокаловидные, достаточно высокие, но с необычной такой, скажем, фишечкой. Листья нижние у нее начинают закручиваться к моменту пика ее цветения. Они приобретают вот такую интересную треугольную форму. Если листик отсюда вырвать, он практически сердцевидной формы, такой вот очень красивый и интересненький. Бутон у нее достаточно высокий, а цветок в полном роспиське может достигать ширину в диаметре до 12 сантиметров. Опять-таки на нашем собственном опыте, на нашем опыте выращивания, эта роза у нас на демонстрационно-опытной площадке растет уже 5 лет, больше 9-10 сантиметров не вырастает, ну потому что в Сибири ей, видимо, не хватает тепла. А вот в теплых южных регионах она может быть прям очень большой, до 12, а то и даже до 14 сантиметров, если мерить по краям нижних лепестков, загнутых внутрь. Ароматичность этой розы около 1-2 баллов. Если долго стоит прохладная погода, то она практически не пахнет. На солнце эта роза приобретает более яркий аромат, такой классический аромат розы, очень сладкий, на уровне около 2 баллов по 3-бальной шкале. Болезньоустойчивость императрицы Фарах весьма высокая, розы у нее... розы у нее... листва. Болезньоустойчивость у этой розы достаточно высокая, листва у нее классическая, как у традиционных чайно-гибридных роз, крупная, глянцевая, мощная, от 5 до 7 листовок в среде. Болеть она может черной пятнистости и мучнистой розой, но только во второй половине лета. Если проводить профилактические мероприятия, хотя бы одну обработку, то этих проблем можно избежать на 100%. Один из главных фактов, почему стоит выбрать эту розу как одну из компонентов своего розария, из ассортимента своего розария, это ее устойчивость к срезке. После срезки эта роза стоит достаточно долго, даже без воды. Она нормально выдерживает транспортировку на длительное расстояние, бутон у нее очень плотный и хорошо стоит срезки до недели-10 дней. Действительно, ее можно выращивать именно как срезочный сорт. В этом случае она будет нуждаться в большом количестве минеральных подкормок, чтобы бутон был очень крупный и долго стоял. Но на самом растении очень долго листья не осыпаются, порядка трех недель можно наблюдать ее полное цветение. Цветет она в среднем в две полноценные волны с небольшим периодом отдыха. Ааа, меня комар укусил, нет, мошка, хуже. Ааа, как больно укусили, блин. Погода устойчивость сорта тоже на уровне, но при слишком холодной рассе, рано утром или при очень холодном дожде, иногда на краях лепестков может появляться краб темно-малиновый, темной окраски. Но он не портит совершенно эту розу, вписывается как бы в сам цветок и становится таким еще интересным акцентом на бутонах. Погода устойчивость по баллам от 1 до 3 можно смело ставить 3. Но вот с некоторым таким отступлением, что может иногда появляться крабчатый. Благодаря тому, что роза хорошо держится без воды в срезке, ее можно использовать в качестве растения, в качестве тех цветов, которые можно подарить на выступлениях ваших любимых артистов. И сегодня мы как раз находимся и снимаем наш обзор розы императрицы Фарах на фоне Алтайского театра кукол, около его обновленного здания. Буквально через месяц здесь состоятся первые постановки, поскольку у театра кукол сказка в городе Барнаул очень такая, скажем, с одной стороны трагичная, с другой стороны интересная и длительная история. У театра кукол долго не было своего собственного здания, но однако постановки у него были всегда очень необычными. Это не только детские кукольные спектакли, но и полноценные спектакли для взрослых. И сейчас, когда кукольный театр приобрел свое собственное здание, вот такой красивый дизайн, очень интересный, отстроенный с нуля полностью, одной из первых постановок как раз таки будет постановка Паша, которая имеет ограничения 16+, а в некоторых СМИ пишут, что даже 18+. Поэтому, если вы являетесь жителем города Барнаула или гостем нашей краевой столицы, обязательно посетите театр кукол сказка, и будет здорово, если вы принесете с собой букет роз из императрицы Фараха, этого сорта, нашим чудесным актерам Алтайского театра кукол. Ну а мы с коллегами явно посетим этот спектакль, очень уж хочется, очень ждем, поэтому и приехали снимать в это чудесное место. До встречи в новых роликах и пока-пока! Давай, раз-два-три, я хлопаю. Раз-два-три. Ты медленно считаешь. Раз-два-три. Раз-два-три. Все. Должно услышаться.